Вечер, пятница, лето. Типичная сцена, километровая пробка на выезде из Нью-Йорка. Массовый исход из жаркого мегаполиса на пляж, на берег океана. Впрочем, далеко не у каждого есть домик на побережье. Это роскошь. Поэтому в субботу утром эта сцена повторится опять. Из города потянутся менее обеспеченные жители, чтобы провести хоть несколько часов у океана. Дача — понятие чуждое американскому образу жизни. С наступлением лета жители Нью-Йорка спасаются от жары соответственно возрасту, доходу и возможностям. Дети плещутся в фонтанах. Взрослые, кажется, полностью переходят на диету из кофе со льдом — нью-йоркское изобретение — и мягкого мороженого, которое продают белые минивены мистеры Софти. Майклу дача не нужна. У него есть любимая скала в Центральном парке, нагретая солнцем гранитная глыба, банка газировки, MP3-плеер. Что еще нужно для счастья? Центральный парк создавался в середине 19 века как зеленый оазис для бедных рабочих, которые не могут вырваться из грязного, пыльного города. Сейчас вокруг парка самая дорогая недвижимость в мире, и он до сих пор сохранил свою функцию убежища на летние выходные. Летний полдень в Центральном парке — это тоже час-пик. Вспоминаются заученные в школе строки из ПМ и Бородино. Смешались в кучу кони, люди, да тут еще и велосипедисты в придачу. Последняя городская мода на двухколесный транспорт захлестнула, кажется, всех, независимо от расы, возраста и дохода. Велопрогулки по парку стали уже традиционной формой летнего досуга. Но сторонников подобного экстрима все же не так уж много. С полотенцем под мышкой и сумкой, набитой снедью, большинство горожан на выходные отправляются туда, куда можно доехать на метро. Пикник в Центральном парке. Такая сцена есть в каждом фильме про Нью-Йорк. Сюзанна говорит, что здесь дети едят все, что дома их не заставишь. Даже овощи. В таком путешествии по городским районам иногда важна даже не цель, а сама прогулка. Бруклинскому мосту 125 лет. По нему прошел пешком хотя бы раз в жизни каждый житель Нью-Йорка. Пешеходная дорожка так высоко над Эст-Ривер, что отсюда видно все городские достопримечательности. Впрочем, в летний выходной нью-йоркцев в этой толпе мало. Туристы моментально заполняют оставленное горожанами пространство. На улицах снова появились двухэтажные туристические автобусы с открытым верхом. И это еще одна летняя примета. Владимир Ленский, Максим Авлошенко, телеканал «Звезда», Нью-Йорк.